Ну, здорово, гонщики! С вами снова Антон Ключников, наш новый видео-блогик от команды Кэпро. Специально для тех, кто любит, когда в начале видео превьюшки с коротким содержанием ролика, специально для вас короткое содержание этого ролика. Ну, а теперь для тех, кто любит подлиннее, мы в этом видео расскажем о том, как мы съездили на УТС в Калугу и как мы съездили на Смоленское кольцо в Элтак, Лада Трема Таг Кап. Итак, поехали! Как все вы знаете, мы строим новый автомобиль по прозвищу Лулу, она же ВАЗ-2008, она же Восьмерка. Если не знаете, то о подробностях постройки мы рассказываем в сериях под названием Дорога в спорт или коротко ДВС. Итак, автомобиль у нас на стадии типа готов, но вот еще чуть-чуть и будет готов. Поскольку в Брянске больше полугода у нас уже негде испытать автомобиль, нам приходится его катать везде, где только, соответственно, можно. Чтобы хоть как-то разобраться, едет ли он вообще и какие у него слабые места, которые надо искоренить. И вот, получается, нас пригласили коллеги из Калуги на УТС, учебно-тренировочные сборы. Значит, это как соревнования, только все на расслабоне. На трассе в Калуге мы были первый раз. Я не буду рассказывать сейчас подробно про трассу, так как мы туда едем еще и 8 июля, но уже, соответственно, на соревнованиях. Результатом будет у нас отдельный видеоблог с подробностями всего Калужского движа, соответственно. Ну так вот, про УТС в Калуге. Значит, Саня наш не доделал свою синюю восьмерку и просто прокатился на гражданской приоре. При этом, еще каким-то образом, он умудрился показать неплохое время Калужской трассы. У Лужи это был, своего рода, первый боевой выезд на новом моторе. Если кому интересно про мотор, то можете посмотреть видео ДВС, часть 2. Там мы рассказываем про мотор. В итоге, в Калуге у нее 3 заезда и 3 техсхода. Мы потеряли реле стартера, одну подушку двигателя и шкив коленвала. Это был просто какой-то пипец. Что это вообще такое? Это сырая, неготовая машина. Почему так получилось? Ну, повторюсь, негде было просто элементарно ее потестить. На этом, спасибо, Калуга. Бодримся, делаем вид, что я не расстроился. Далее. Мы 24 июня поехали в Элтак. Лада Тайм Атак Кап. Этап, который проходил на Смоленском кольце. Какого, спросите вы, конечно же, хрена, мы поперлись на машине релейной подготовки в кольцевые гонки. Почему? Ну, потому что думаем о будущем. В этом году почти ничего не происходит по нашей теме. Возможно, что в следующем году будет еще хуже. В этой связи мы скитаемся, смотрим на другие серии с целью куда-то податься на следующий год. Вот поэтому Элтак рассматриваем как альтернативу нашим ралли-спринтам. Ну, и как, спросите вы? А, в принципе, никак. Тачка не проехала даже одного круга. Опять сорвало шкив. После замены шкива тачка затроила, мы поменяли свечи, потом тачка просто стала глохнуть. В итоге уже дома мы установили причину в топливном насосе. Причем он не отказывался работать, он работал на холодную, а при нагреве отключался. То есть тачка остывает, он работает, все нормально. Нагревается, отключается. Вот такая вот, извините за выражение, фигня. Но в Смоленске был и плюс. Мы смогли Лулушку взвесить. Весит она 920 килограммов без пилотов. Это специально для тебя, мой любитель цифр. В былые годы я бы с машиной после таких двух эпик фейлов сотворил бы, наверное, что-то такое. Ну, я уже стрелянный воробей, и меня такими капризами не возьмешь. Я из принципа, либо научу эту машину ехать, либо заставлю. Но она поедет туда, куда я ей скажу. На этом все. Всем спасибо, кто посмотрел. Да пребудет с вами сила. Всем пока.